В ночь на воскресенье у остановки швейная фабрика гражданин Узбекистана на Тойоте Короне сбил супружескую пару. Мужчина от полученных травм погиб на месте. В сознание он не приходил. Его жену в срочном порядке доставили во вторую краевую больницу. Горожанка получила тяжелейшие травмы. Наибольшую опасность представляла кровотечение в грудную полость. Женщина сразу же попала в реанимационное отделение. Водитель, управлявший седаном, остался цел, несмотря на чудовищный удар. Телами люди вдавили лобовое стекло в салон автомобиля, а следы крови остались даже на багажнике Тойоты. 26-летний выходец из Средней Азии рассказал, что не заметил пешеходов. Относительно скорости машины он выдвинул версию, что она не превышала допустимую в городской черте. Против этих показаний выступили очевидцы, которые утверждали, что иномарка ехала никак не медленнее 100 км в час. Пешеходы же правил не нарушали. Они дорогу переходить начали. И все, слышу удар, обворачиваюсь. Машина уже пролетела. Ну, развернулись быстро, встали. Это на пешеходном переходе, да, я так понимаю? Да-да-да, прямо на пешеходном переходе. Если со словами свидетелей поспорить еще можно было, то безусловным доказательством виновности шофера станет запись видеорегистратора. Ее предоставил водитель, ехавший в попутном с короной направлении. Чувствительным людям это видео мы смотреть не рекомендуем. Автор записи движется по второму ряду. Он останавливается перед перекрестком, заметив людей. Мужчина-пешеход активно жестикулирует, привлекая к себе внимание. Его догоняет супруга. За метр до тротуара их настигает Тойота. Судя по записи, водитель седана проигнорировал тот факт, что перед пешеходным переходом остановился другой автомобиль. Экспресс-тест на алкогольное опьянение водитель короны прошел с нулевым результатом. Шоферу грозит уголовное преследование. Тяжесть предъявленного обвинения зависит от состояния женщины. В понедельник она все еще находилась в реанимации. С места происшествия Мария Дедова, Ольга Соколова и Андрей Алферов.